19 апреля 24 года пятница растущая луна пересаживаю аллоказию фрайдек из покупного грунта в свой осмотр перед операцией 12 горшок вот паспорт наш 1230 12 диаметра горшка в сантиметрах высота 30 вместе с горшком так ну что мы видим вот этот великолепный зеленый old money есть повреждения скорее всего это механическое повреждение при транспортировке есть вот такой то ли налет мне кажется характерен для этой аллоказии больше всего меня беспокоит вот такие точки светлые так вот здесь на этом листе заметнее но еще конечно грязная пыльная ничего еще пока с ней не делала она прямо приучена только к моей воде раз на растении 3 листа новый пока даже не намечается очень хорошо можно спокойно пересаживать так вот это последний лист видно разница в цвете он еще не потемнел и значит еще не окончательный размер у него есть какой-то пятнышко все фиксируем чтобы потом понять как повлияла пересадка на состояние растений ну я думаю что это пыль и конечно очень не хотелось бы клеща притащить в дом пройтись фитовермом что ли по ней неизвестно как эти бархатные листья отзовутся на обработку смотрю здесь так все как будто бы чисто общее впечатление от растения ну детка как детка не скажу что ослабленная такой подросточек довольно бодрый даже есть мне кажется вот здесь проросший клубень так ну что заглянем в корни очень осторожненько вышло прекрасно на первый взгляд корни белые чистые гнилых не вижу довольно хорошо оплетен ком ну начнем как всегда сверху снимаем слой ну вот он стаканчик торфяной все лучших традициях голландии так быстренько освободим корни от грунта так ну вот первый этап завершён довольно хорошая корневая приличная не знаю что тоненькая но зато хорошо разветвленная светлая как вы видите просто торф чистый без разрыхлителей довольно пушистый но все равно это торф он очень плохо реагирует на полив либо очень влажный без воздуха либо очень сухой со временем прессуется становится буквально как камень по факту это упаковка для корневой растения при транспортировке поэтому я его убираю сразу же пойдет в утилизацию так вот это остатки остатки таблетки торфяной стаканчика в котором укоренялся клубень этого растения корешки сквозь него прорастают сквозь этот нетканый материал оболочка бывшая оболочка торфяного стаканчика но все равно необходимо его снять чтобы извлечь вот этот торф который внутри находится вот он плотный здесь уже с агро перлитом но нам это не поможет я буду сажать в керамзит это очень влажная среда так вот поменяла ракурс лучше было видно буду действовать двумя руками надрезать буду материал этот нетканый там где возможно подобраться я буду сажать в керамзит субстрат постоянно влажный и если оставить торф то корешки которые будут в нем находиться они просто задохнуться и сгниют поэтому по максимуму очищаю корневую от всего 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 кроме того корешки сквозь не тканку прорастают а вот клубни выбраться наружу не могут я видела уже при пересадке картину когда пять клубней представляете пять штук сидели в этом стаканчике внутри как говорят вот как селедки в бочке набитые конечно никакого развития полноценного там и быть не могло такой тесноте так я не боюсь повредить при этом корневую я делал действую очень очень осторожно но при этом уверенно конечно какая-то часть корней пострадает оборвется но это вынужденная мера даже если бы я сажала в грунт на основе торфа неважно какого ископаемого или кокосового я бы все равно сняла остатки стаканчика как раз из-за клубней будущих так ну вот за разговорами кстати вот будущий по моему клубенек так пока я не понимаю как эта детка тут прикреплена и можно ли ее снять но это же не все процедуры очистительные вы думали что вот я торф чистила вот так вот по сухому и все но нет конечно я сейчас пойдем мыться мыться под горячую воду ну вот мы намытые листья помыла с мылом да бархатные листья помыла это не только не вредит наоборот приносит максимум пользы это самый щадящий способ профилактики болезней и вредителей механическая очистка я вам больше скажу у меня есть еще сорта с бархатными листьями black вельвет и ниндзя и вредит наоборот ну а уж из магазина алаказию помыть сам бог велел вот теперь она уже точно моя все взята на баланс ножки тоже помыли нижний лист я снимать не стала он хорош основание чистое внутри вот здесь грязи нет там поэтому лист пока остается здесь все промыла корни хорошим напором струей воды вот так кладу на руку и прямо под струю температура воды такая чтобы чувствовалось что вода горячая ну как голову моете только учитывайте что вы в перчатках при этом так ну вот ситуация о которой я говорила видите вот они все клубеньки все здесь в основании стволика основание алаказии как бы вот они проросли пришло пришлось бы им прижиматься вот так вплотную к маме и вылезать были бы конечно это не дети а не поймешь чего вот например детка которую пришлось снять ну такой переросток длинноногий с одним листиком при других обстоятельствах я с одним листом не стала бы детку отсоединять вот здесь она держалась еще за маму вот место отлома есть свои корешки но основание очень маленькая все весь свой клубень это детка потратила на выгонку вот этого листочка первого ювенильного я конечно же ее посажу сейчас в мох и постараюсь выходить но шансов не так много это место скорее всего я сейчас прижгу препаратом максим концентрированным на всякий случай так чистенькая хорошенькая конечно же я не выброшу никогда такое добро материнское растение пока полежит подсохнет от промывания корневая вот так вся слиплась в одну колбасу после просушки она разойдется в сторону разойдется в стороны и можно будет ее с легкостью распределить потом в горшке при посадке вот наша деточка посаженная в мох сфагном мелко порезанный мелко режу мох для того чтобы потом легче было его вытаскивать из отросших корней все подписала и пролила водой фильтрованной с укоренителем так сажать аллаказию я буду вот такой технический горшок с проделанными многочисленными отверстиями отверстия проделываю при помощи паяльника нижние для быстрого слива жидкости в экстренных ситуациях вот эти для того чтобы внутри циркулировал воздух и поддончик в который я буду наливать растворы так иди к нам дорогуша еще раз на тебя посмотрим так вот подсушивание корней еще очень полезно для окончательной чистки вот этих вот остатков когда они подсыхают они потом легко буквально сами отваливаются мне писали в комментариях что некоторые корневые ну вот ну не поддающиеся но не хотят чиститься вот лайфхак немножечко подождите все эти остатки подсохнут и легко можно будет их убрать я довольна корневой здесь чуть-чуть с этим еще доковыряю пальц туда уже не лезет вглубь почему это важно очистить именно вот эту зону это сердце аллоказии сердце всего растения нужно стараться по максимуму его сохранять и охранять пока оно живо ваше растение живо отсюда нарастут в случае потери и новые корни и новые листья поэтому я так заостряю на этом внимание на очистке именно этой зоны так переходим к посадке сажаю я в керамзит от фирмы плагрон вот такие глиняные запеченные ровные красивые шарики они сделаны из глины очищенной от солей максимально стабилизированы по показаниям ph берем горшочек и начинаем посадку с распределения корней горшки самые самые длинные концы корней вот таким колечком я укладываю на дно горшка а среднюю часть пытаюсь вот так распределить шалаш по стенкам так забыла сказать если бы на корнях на основании растения были бы какие-то пятнышки хоть что-то мне вот не понравилось я бы замочила растение по инструкции от производителя в растворе препарата максим я не какой-то сумасшедший фанат обработок и мне не доставляет удовольствие издеваться над растениями и применять к ним такое количество разных процедур я просто знаю что мелочей здесь не бывает все очень важно и если я что-то могу сделать я делаю палочкой замеряю уровень посадки с небольшим с небольшим заглублением вот этого места отсюда пойдут расти новые корни насыпал первую партию керамзита и палочкой распределяю шарики по дну горшка среди корешков очень осторожно у керамзита это абразивное покрытие он как наждачка поэтому я работаю в перчатках и поэтому очень осторожно по чуть-чуть добавляю керамзит но не только поэтому еще чтобы максимально заполнить все пустоты в горшке не должно быть повисших в пространстве корней иначе они засохнут без влаги и питания а также в таком случае не будет работать микрокапиллярная система внутри керамзита керамзит перестанет поднимать влагу наверх шарики должны друг друга касаться то есть хотя это стопроцентно минеральный материал он работает по принципу живой органической почвы так вот под основание обязательно нужно запихнуть можно еще вот так пошебуршить но повторяю очень очень осторожно прямо омолаживающие процедуры для корешков отшелушивающие растение уже стоит самостоятельно можно его отпустить посмотреть со всех сторон можно еще палочкой пропихнуть шарики сюда если вдруг обнаружили пещеру так сильно заглублять не будем лишнее уберем ну вот так я довольна лучше потом досыпать когда замечу что пошли корешки начал подниматься отсюда стволик и подниматься основание лучше досыплю еще керамзита пусть основание растения остается в сухости сто процентом оно сухим все равно не будет влаги для стимуляции роста новых корней хватит так вот посадка практически завершена берем наш горшочек ставим поддон да может быть это не так красиво выглядит но растение первое время будет стоять в тепличке поэтому не до красоты главное чтобы все работало функционально так заливаю теперь раствор фильтрованной воды с добавлением укоренителя рот бустер рут бустер вот компании терра акватика вот так смачиваю весь керамзит жду когда прольется вниз чтобы понимать уровень вот этого уровня на два пальца достаточно чтобы керамзит на всю высоту оставался необходимой влажности все посадка завершена и вот мой мишка спустя полтора месяца плюс три новых листа один больше другого шикарный вот этот вот легко узнаваемый темно-зеленый цвет вот смотрите какие уши эти жилки ну как можно не влюбиться в это растение вот старый лист узнаете повреждения которые были и дальше они не пошли за это время алаказия скушала только один самый нижний лист в тепличке растение простояло всего две недели оно тут же начало пулять лист за листом наращивать корневую и я не видела смысла держать ее долго перевела на открытый воздух и вот плюс три листа и раскручивает четвертый сейчас она стоит у меня в кабинете для красоты приспособила для нее вот такой кашпо это стеклянная ваза по моему просто роскошно идеально подходит этому растению и по цвету и по стилю роскошные вельветовые листья и серое полупрозрачное стекло такой вот золотой ножкой просто роскошь вот вам идея для оформления краешки вазы еще и поддерживают черешки получается такой роскошный букет не стыдно поставить на парадный метельный раствор наливаю прямо в вазу очень удобно отслеживать количество вот сквозь прозрачные стенки оно хорошо видно и плюс таких затемненных стеклянных стенок то есть там не развиваются водоросли не проникает свет раствор не зеленеет декоративность не портится на питательные растворы растение перевела сразу же как только она выпила порцию воды с укоренителем то сейчас она получает полноценное питание как взрослая прекрасно себя чувствует так давайте покажу вам корневую как видите битком горшок забит корнями видите есть отмирающие это нормально внутри горшка тоже видны корешки в грунте вы такие корешки просто не видите а в керамзите хорошо видны все процессы это естественное отмирание старых корней главное чтобы новые также интенсивно нарастали ну вот по состоянию корневой понятно что растение скоро пойдет в больший объем дождусь когда полностью раскроется вот этот новый листочек и буду переводить горшок побольше вот такие результаты я очень довольна а эту малышку узнаете вот он тот самый первый единственный листочек который был при пересадке на длинном длинном черешке посмотрите какая сила роста еще плюс три листа вот она наша миша 19 была первая пересадка и 11 мая из маленького стаканчика растение было переведено уже в 200 миллилитров стоит в тепличке при повышенной влажности прозрачном контейнере под искусственной досветкой чудесные все листочки безупречные даже вот этот первый еще не начала кушать и посмотрите какие просто идеальные новые листья пока их не укрупняет но укоротила черешки это значит режим освещения растению подошел идеально и режим освещения и питания тогда стала показать вам корневую вот уже практически колечко первое заложено корешки отличные за такой короткий срок после пересадки с 11 мая я считаю что шикарный результат жду первого настоящего листа сортового бархатного и буду потихонечку адаптировать к открытому воздуху вводить из теплички сейчас пока думаю в какой грунт буду переводить это растение детку скорее всего будет это сложно сочиненный грунт мой ну или также как у мамы керамзит полугидра